Здравствуйте! Представляем вашему вниманию многофункциональный комбайн H2O2 Bubble, который совмещает в себе ультразвуковую чистку, гидропилинг, фонофорез, радиолифтинг, спрейер орошения и криотерапию. На верхней панели находятся два регулятора подачи воды для процедуры гидропилинга, выбора рабочего лосьона и давления. На передней панели у нас три колбы, которые предназначены для лосьона для гидропилинга. Для того, чтобы отсоединить рабочую колбу, зажимаем кнопку сверху и вытягиваем колбу. Заполняем лосьоном и фиксируем до щелчка. В первую колбу наливаем лосьон для гидропилинга очищающий, второе глубокое очищение, колбу С лосьон для увлажнения питания кожи по проблемам. Также на задней панели у нас две колбы для сбора отходов и генератора водорода. В генератор водорода мы заливаем дистиллированную воду и используем дополнительно для оксигенации и антиоксидантного воздействия. Перед началом работы необходимо подключить все манипулы. Все выходы подписаны, поэтому это можно сделать интуитивно. Включаем тумблер, активируем экран и выбираем английский язык. Манипула ультразвукового скраббера, где мы можем варьировать мощность, постоянное либо импульсное воздействие. После того, как параметры установлены, нажимаем кнопку на интерфейсе, активируем манипулу. И для начала работы нам необходимо зажать электроды сбоку на манипулах. Это необходимо делать без перчаток для того, чтобы был зажат контакт и началась работа. Следующая функция, которую мы видим, это фонофорез. На фонофорезе также мы можем варьировать мощность, постоянное либо импульсное воздействие. Мы можем либо нажать на кнопку на самой манипуле, либо на интерфейсе. РФ лифтинг. Мощность, постоянное импульсное воздействие. Также нажимаем либо на кнопки на манипуле, либо на экране. Далее спреер орошения. Мы можем включить как на экране, так и на манипуле. Рекомендую это делать непосредственно с манипулом, предварительно направив нашу кисть орошения на клиента. В колбу мы заливаем тоники на водной основе, либо сыворотки на водной основе, которые должны быть по консистенции достаточно жидкие. После каждого применения необходимо промывать внутри системы дистиллированной водой. Для этого устанавливаем колбу, заполненную дистиллированной водой и прорабатываем на холостом ходу. Следующая манипула – криотерапия, также мы можем подключать либо на манипуле, либо на экране. Криотерапия используется после травмирующих процедур в качестве дополнительного этапа в протоколе. И в завершении – гидропилинг. Выбираем колбу, с которой мы будем работать, устанавливаем подачу лосьона и давление, то есть силу всасывания. Чем ниже давление, максимальные показатели, будет сильнее всасывание. Соответственно, это будет более актуально для плотной кожи. Чем кожа тоньше, тоничнее, рекомендовано давление, наоборот, делать менее активным. Также у нас есть активация работы для генератора водорода. Она подключается после включения непосредственно гидропилинга, также на кнопке, либо на интерфейсе. Подача жидкости начинается после того, как у нас идет также рабочее давление. Когда у вас новый аппарат, это может занять некоторое время, чтобы рабочий лосьон прошел через шланг. В комплектацию входят дополнительные насадки, которые являются расходным материалом и их необходимо будет со временем докупать. Если вас заинтересовал данный аппарат, вы можете приобрести его на нашем официальном сайте estetikonline.ru либо в наших магазинах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова